Привет, зритель! Очередной обзор похода в магнит за едой, вообще за мясом. Наконец-то я купила себе мясо! Я даже уже созрела до того момента, чтобы понять, какое конкретное мясо я хочу, какую конкретно часть этого мяса я хочу и что я хочу примерно из этого мяса сваять, помимо прочего. У меня есть два ролика, один с готовкой еды и хавчиком на камеру, где я негодую, а другой, который я писала вчера еще до СМР, который сейчас уже на канале. И там тоже обзор еды. Есть у меня такая особенность, если у меня что-то берут, а мне это надо вернуть, мне очень неудобно, не могу как-то через силу напомнить человеку. Или что-то человек сам ко мне подкатил и пообещал, и я вроде как не против, мне даже местами надо, но мне неудобно ему напомнить. Также, когда у меня бывает, что-то такое в жизни случилось, и вдруг я внезапно доверилась, доверила свои мысли, чувства и так далее, проблемы какому-то человеку, даже если это какой-то лучший друг, посетитель или в реале, или полусетевой. Если это как-то человек, который давно считает меня своим другом, но я вот только недавно восприняла его как бы доверие, как да, вот я могу тебя, допустим, Лёля, выслушать, и да, да, хорошо, о, тебе я могу вот это вот пожаловаться. Короче, когда я очень редко в какие-то моменты жалуюсь на жизнь, то мне потом неудобно, особенно мне неприятно, когда человек начинает мне напоминать. Ну вот я думаю, это всем неприятно, многим неприятно, когда человеку напоминают, что вот я тебя выслушала, ты вот такая вот сволочь теперь, мне должна по гроб жизни. Или просто начинают напоминать, а иногда ты жалуешься, будто ни у кого других, вообще у людей проблем не бывает. Короче, или просто я боюсь, что этот человек начнёт мне что-то говорить, что вот вчера, допустим, у тебя было какое-то плохое настроение, а сейчас ты уже не помнишь и думаешь, что та эта проблема оказалась не проблемой. Ну и допустим, даже если на тот момент оказалась дофига какая-то проблема. Нет, у меня какой-то вот проблемы такой не было, но я к тому, что когда я выплёскаю своё, не готовя в том же даже ролике, то мне, и по какой-то причине у меня не получилось его вовремя смонтировать, то мне потом местами неудобно спать на потолке, ходить по большому в почтовый ящик, трусы через голову одевать, когда соседские дети на тебя похожи, и прочее неудобно. Так вот, я всё-таки замонтирую те два ролика, которые вчера не успела сваять. Замонтировать ещё мы вови глючила, ой, долго так. И которые до этого, потому что там всё-таки даже хавчик на гамеру, я то ли супчик там ем, то ли борщик, что-то в этом роде. Ну сейчас вот заваяю обзорчик, и, наверное, поставлю на монтаж сначала тот ролик, а потом этот. Ну или как получится. Потому что я вчера ещё даже на турнички свои не сходила. Но моя родня признала, что у меня тут рука стала толще, ё-моё, она типа такая крепкая. Я не помню, какая она до этого была, но учитывая, что пара свитеров на меня, платье у меня есть такое типа свитера, вот в этих местах стало узкое. Я поняла, что, наверное, ну действительно есть какой-то прогресс от двух с половиной месяцев, ну уже скоро три будет месяца, как я там это занимаюсь. Короче, что у меня тут? Я купила себе муки. Я купила себе муки. Ой, блин, достать бы ещё эту муку-то. Мне ещё продавцы на кассе её поставили в пакетик. Какие хорошие продавцы. Вот такая мука. Что-то она за 40 рублей, что ли, была. Причём мне на ценнике, может, я просто не разглядела, к чему конкретно этот ценник относится. Там была одна мука жарная, обдирная, а другая вот эта, и на ней было написано, что... Что тут написано-то? Ой, это ритуал. Не требует дополнительного просеивания. 100% российское зерно 7 степеней очистки. Мука, резаночка для тех, кто печёт с душой. Это хлебопекарная, пшеничная, высший сорт для любой выпечки. 2 кг. В общем, вот 40 рублей 2 кг. Вот такая мука, ёшкин кот. Я сегодня ещё себе заваяла через мясорубку. Вообще, почему через мясорубку? Ну, вообще, самогрязно называется мясорубка, но насадка там была тёрки. Через самую мелкую тёрку настрогала себе запчасти для винегрета. Винегрет, то, что должно было быть винегретом, у меня лежало на балконе в тарелочке. Думала, ну, там холодильник, тут холодильник. Я не думала, что оно замёрзнет. Свёкла-то ещё просто холодная была. Вот картошка-то вообще с морковкой, когда их чистила, залединили. Зато очень хорошо чистились. И я подумала ещё до этого. Думаю, ну, протру их в этой лепестрической тёрке. Филенли я её покупала. Не только что за кабачка и моркови и тыковки, да? И решила туда зафигачить. А так как у меня стояла совсем мелкая тёрка, ну, в общем, оно такое пюрешкой стало. Я ещё в Инстаграм зафоткала процесс этот самый. Ничего так вкусного вышло. Ещё и осталось. Купила я себе яблоко. А у меня что-то опять как-то... Вот то, что у меня лежит, оно как-то не растёт, а, ну, благо, и не уменьшается. Прошлый-то месяц я оттуда взяла слегка, а в минус ушла. Сама себе... Сама у себя в долг взяла, скажем так, а потом покрывала. В общем, денег остался. Последний мешок, как говорилось, в нашей семье бабушка, дедушка, мама и так далее. Я думала, что у меня не хватит бабла. Я думаю, ну, возьму тогда одно яблоко, вдруг всё-таки повезёт. А оказывается, за сотню меньше у меня даже вышло по деньгам. Что-то я как-то неправильно посчитала. Купила я себе яблоко. Этот самый. Сейчас узнаем, какого сорта это яблоко. Яблоки новый урожай. 61 рубль 20 копеек. Вышло мне яблоко на 9 рублей 6 копеек. Да, вот, а рязаночка-то, оказывается, 40 рублей 90 копеек. Я купила себе... Вообще, я хотела себе сгущенки купить, но что-то она какая-то глянула эти цены в магните, поняла, что уж лучше я так как-нибудь доеду и там куплю себе в пластиковой упаковочке эту сгущенку. А тут увидела внезапно по-скидски вареное сгущенное молоко с сахаром. Егор Карагачев. 360 грамм. Я помню, как-то купила подобную сгущенку. Она что-то такая густая была. То ли она замороженная была, то ли она сама по себе такая. И я поняла, что которая сгущенка, ну, в смысле, с какими-то непонятными маслами, а не сгущенное вареное молоко с сахаром, оно пожиже, а которая вот такое, оно типа густует. Не знаю, оно такое же будет или нет. В общем, что-нибудь с него сваяю. Вообще, я планировала сегодня хапчик какой-нибудь такой вкусный сделать. Помимо мяса у меня там просто... Я думала сначала лапши сделать, два желтка, две скорлупки молока и, по-моему, стакан муки или как-то так. Ну, бабушка так делала. Лапшичку макароны типа домашние. Но у меня же запас макарон где-то 3 с лишним килограмма. И я их даже еще не расчехляла. У меня еще где-то немножко спагетти есть. И еще лапша эта самая казанская. Короче, в общем, я решила просто наваять что-нибудь такое на нем. Добавить там кефира, муки. И что получится, то и захомячит. Ну и, в общем, вот тут эта сгущенка. Сейчас узнаю, где она тут почем. 69 рублей 90 копеек. Вот. У меня еще пол коробочки сливок осталось 30% жирности. Не знаю, вареную сгущенку сливками мешают или нет. Вообще надо глянуть. Так. У меня тут что? У меня тут 2 зеленых банана есть. Я купила себе 2 зеленых банана. У меня тут лежал, короче. Купила бы больше, но я боялась, что у меня бабла на карте не хватит. А на речке у меня было меньше. И на речке у меня вообще надо немножко на другое дело, место и так далее. Короче, был у меня как-то банан, лежал, он уже помирать собрался. Я думаю, есть у меня кефир, значит, и был у меня еще урбеч, и я так замутила. Сначала банан расхреначила, уже на кукпеде этот рецептик есть. Расхреначила насадкой миксера для блендера, такой вот этот, режущийся. Потом, значит, добавила кефира, расхреначила еще опять с этой штукой. Потом добавила уже этого, чайную ложку льняного урбеча. Вот, что-то не идет он у меня. Он как-то вот сытный, конечно, по чуть-чуть добавлять, куда-то полезный, все такое. Но вот кунжутный урбеч был вкуснее. Ну, хотя я его с медом, если смешивала, туда он вкуснее был. Короче, как-то вот, я тогда в Атаке когда-то купила. По-моему, еще до этого экспериментом проводимого экономного, я думаю, надо будет мне перед Новым годом снова садиться на этот экономный. Ну, чисто себя в рамки загонять и говорить, вряд ли я буду. Ну, не знаю, может, конечно, засниму, может, нет. Просто посмотрю вообще, что у меня там есть, надо ли мне там что-то докупать. Хочу на Озоне заказать всякую разную муку, которую до этого хотела. И, может быть, придется снова как-то себя в рамки загонять. Только полезная, только определенная. И на Новый год я закуплюсь фруктами. Короче, потому что всякие такие вкусняшки, я вчера вот эту блюховицу, которую в предыдущем ролике обозревала, купила и захомячила, и коту еще треть досталось, и мне потом фигово было. Я поняла, что вот какие-то продукты, которые мне нравятся, и которые я бы хотела схомячить много-много-много в закуску, там, с каким-нибудь картошкой, с рисом или макарошками, но мне их можно все-таки по чуть-чуть, потому что потом желчь бунтует и говорит, сейчас откинусь. Ну, в смысле, сейчас это плохо тебе будет, Лёля. Потому что помню, как-то делала с лавашем, колбаской и сыром эти, типа, горячие такие бутербродики, микроволновки, три штуки за день схомячила, а потом помирала на следующий. В общем, поэтому на Новый год я себе закуплю всяких фруктов. Хурмишки там, может, каких-то десертов заваяю. Это если у меня никаких планов случайно не случится, пока потому что планы только вот я, компьютер, аниме. Буду смотреть то аниме, на которое все никак времени не хватает, потому что вот как-то знаю, что затянет. В общем, два банана я купила и сделаю там себе с того банана. Кстати, вкусное такое, типа йогурт получился. Взбивала я уже это льняной урбеч с этим всем уже другими взбивалками. В общем, стала Лёля активно пользоваться миксером и прочей приблудой, которую когда-либо покупала для кухни. Уже в этой квартире или в той квартире. Миксер-то у меня вообще 91-го года его маман покупала. В общем, два банана. Зелёных. Зелёненький он был. Вчера мне так хотелось огурца сверлила, но уже было как-то поздно магазин пилить. Как раз в момент, когда я перевод так доделывала, где у нас тут бананы. 59 рублей 90 копеек. Вышли бананы на 19 рублей 53 копейки. И самое-то основное. Я сначала думала доехать до мясного ряда, потом думала, вдруг там, ну, бывает иногда, что не бывает этого самого. Я думаю, ну, заходить придётся в магнит. А что у меня, что тот магнит, что этот магнит. Думаю, ну, лучше в этот магнит гляну, вдруг там всё же есть. И вот там всё же было. Причём такое, которое, ну, не всегда такое на развес-магазине бывает. Хорошая, в общем, вода. Смотрите, я сто лет уже не покупала по собственному желанию эту курицу. Не именно эту курицу, а вообще курицу. У меня что-то всё свинина. Свинина шла, свинина. Практически год, наверное, свинина шла. Не в гостях бывало, что я курицу хомячила, но по собственному желанию вот так что-то у меня не шло. Тут у нас 10 этих самых ножек. 5 пар. Было поменьше. Вот этот на килограмм и 6 грамм, а другой был на 700 с чем-то. Создано оно у нас 29 ноября и до 7 декабря. Это у нас кто? Куриное царство. Часть тетушек, цыплят, бройлеров. Когда-то у нас тоже в этой семье бабушка с дедом держали этих бройлеров, не только бройлеров, но и обычных кур. Голень с кожей, ТМ, куриное царство, охлаждённое. Среднее значение пищевой и энергетической ценности продукта на 100 грамм, билов 19 грамм, жирок 14 грамм, каролинность 200 грамм. В смысле 200 калорий. Так, и почём же у нас курянка? Курянка у нас горень, ЦБ, ТМ, Кур, Царство, Охл, Подл, 1К. В общем, за килограмм 196 рублей 90 копеек. Мне вышло на 198 рублей 8 копеек. Всё это вместе на 337 рублей 47 копеек. Вот я сейчас, наверное, как-то это поднясу. Чтоб вы это всё узрели. Ну, или как-то... Вот как-то так. В общем, вот, я хочу... Не буду говорить, что я хочу, а то вдруг у меня не получится, и получится, что я это сгладила. А у некоторых будет лишний повод поржать, что я ни черта не умею, и всё делаю будто в первый раз. Вот то, что вот собираюсь делать, я реально буду делать в первый раз. Так же, как то мясо через вот эту мясорубку я тоже в первый раз сделала. Так, в общем, вот такой у меня дуржатый кот, кстати, почему-то не унюкал эту курицу. Может, она так хорошо запакована, или просто ему курице неохота. Не подошёл в этот раз к пакету и не попытался пакет изнасиловать. У меня тут и сватка, и мясо, и фрукты, и мука. Вроде всё удовлетворило. Ну, в смысле, все запросы. А то мне некоторые пишут, что я, типа, неправильно питаюсь, экономлю. В общем, всем хорошего настроения. Чтоб вам всегда было удобно. Это отсылка к началу ролика. И нормальных людей в окружении. Пока!